всем привет подписчики зрители канала мы снова вместе с вами трофим т.в. с вами трофим проходим продолжаем проходить великолепные на мой взгляд две модификации OGSM плюс mystery как вы видите графическое оформление на высшем уровне ну и геймплейная составляющая также изменилась то есть по действиям группировок по их взаимодействиям по помощи оказанные нам в бою мы видим что все таки разработчики данной модификации поработали так скажем потрудились на славу так ну давайте вспомним наш на чем мы с вами остановились остановились мы здесь зачистили церковь на церковку следующее сообщение нам поступило из получается с базы поступило сообщение продвигаться дальше и зачистить объект южный хутор здесь также у нас окопались ренегаты поэтому сейчас мы туда с вами наверно выдвинемся давайте поменяем ствол я решил повоевать мп5 испробовать что он из себя представляет так что они здесь засуетились обратите внимание не на шутку тут такой еще момент я там читал про эту модификацию там описан такой один моментик что в тот момент ну в то в то время когда мы захватили допустим точку расслабляться там не стоит потому что в течение небольшого периода времени атака возможно ну то есть произойдет снова то есть противник сгруппируется и произведет очередное нападение или атаку на на точку которую мы с вами захватили поэтому видим они так как бы вели себя как вы видите да так немного в суете там на готове стволы держали ну ладно давайте не будем отвлекаться на них здесь мы все все с вами обыскали пойдемте испробуем мп5 стволик новый и почистим очередную локацию очередную точку вот у нас здесь высветилось задание уничтожить противника южный хутор так пойдемте пока как говорится тьфу 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 вылетов не наблюдалось у нас с вами вылетов не наблюдалось багов тоже принципе никаких заметно не было поэтому поэтому можно пока оценить такую высокую поставить данную модификацию но это только у нас получается первая локация поэтому давайте не будем скоропостижных выводов делать но то что я пока наблюдаю мне очень даже вполне нравится не двигаться да вот даже скажу более в определенных в каких-то таких определенных моментах она даже превосходит модификацию миссари на кола в припять ну а то она в принципе однотипно я же повторяюсь он говорил да то что вот это мистери этот ответвление получается от миссари сделали но они не немного здесь и своего так так сказать внесли чуть-чуть изменили тоже там атмосфера атмосферу погодные явления ну то есть довели чистое небо до ума в плане атмосферности так скажем поэтому я и выбрал эту модификацию плюс еще оказалось что к этой модификации вполне подходит и не конфликтует модификация о гсм о гсм который мы проходим с вами сейчас вот я поэтому их вы выбрал скажешь как то сказать соединил их обе они ставятся по отдельности то есть не в комплекте идут а по отдельности устанавливал как обычно для каждой модификации необходимо там провести ряд манипуляций что я сделал ну и как вы видите пока вроде все стабильно идут никаких багов ошибок вылетов еще раз плюну не наблюдается будем надеяться что и в дальнейшем у нас также она будет радовать так все ладно отвлеклись немного давайте все мы подходим с вами к точке спауна так сказать этих ренегатов до бандиков не присаживаемся проходим через заборчик и начинаем потихонечку их с вами отстреливать минус один так нашу тактику вы помните как мы действуем по если кто смотрит прохождение с игру с мода то есть обозначили позицию отошли ждем они должны сами выдвинуться в нашу так я же хотел попробовать мп-5 давайте попробуем мп-5 до сохранимся потому что мало ли мало ли что играем все таки с вами на ветеране без худо без прицелов надо почаще сохраняться обходим обходим так ладно сейчас я помолчу немного все таки смотрите когда сложный их убивать то есть уже пару полобоймы впустил надо вроде свалил до 1 вроде как заходи заходи говорит сбоку ага 1 еще одному отлично так потихонечку я думаю мы с ними разберемся с проблем не составит на ах ты ж какое поступило сообщение поступило сообщение еще минус один поступило сообщение что как бы задание отменено но раз мы здесь ничего не видят меня обратите внимание нацеливание идет да то есть вроде как противник целится меня а огонь не открывают странное дело ну да ладно нам же нам же проще нам же легче правильно не хотите воевать с вами со мной то есть так там у нас кто давайте их наверно со спины обойдем раз они такие у нас малоподвижные в принципе mp5 неплохой ствол это я вам сразу скажу очередь такой скорострельного автоматика то есть я доволен пока что так это тайничок скорее всего да отлично еще один у нас еще одного призмурили аккуратненько мы с вами все больше и больше мне нравится эта модификация это прохождение вам честно так ну что там еще вижу одного он там мечется за укрытием тогда из стороны в сторону голова туда туда сюда ходуном ходит на вы выйти не может не тогда давайте мы ты смотри какой то же спуску не даем сейчас он выйдет отсюда и мы его встретим с вами свалили отлично все патроны у меня закончили закончили ставим обратно тазик ставим обратно тазик и собираем прибыток так сказать собираем прибыток с них потихонечку думаю всех мы с вами здесь завалили уже я думаю что все таки всех сейчас должны судя по тому что мы отстрелялись неплохо здесь падает подойти подмога наш наши подойти с балансом здесь все в порядке когда я думаю так и так оно и случится сейчас наши на точку подойдут и мы с вами еще очередную точку так сказать захват произвели произведем на акуину обоснуемся и на очередной точке чистое небо то что мы то то о чем мы говорили с лебеди с лебедевым обсуждали да то мы реализуем он он нас воспринял как опытных да он он сразу сказал ты опытный судя по тому сколько по зоне ходишься ночи с учеными там я работал полгода на ученых то есть ему помощь наша ему помощь наша была необходима необходимо поэтому я думаю и вознаграждение нас нас с вами ждет неплохое так давать это ножико мужиком что он берет нет там ничего так ну где там ребята мои что-то не не подходит никто странно южных хутор ключевая точка так это что за знак вопроса сейф грязи начальник то наш нализался и давай хабарок свой разбазаривать а поутру назад у шестерок собирал да только я свой президент сныкал предусмотрительно тайничок на обратном пути заберем очередная . уничтожит противника сгоревший скутер выдвигаемся хотя не сейчас мы не будем туда выдвигаться пойдемте на базу получим награду суд за наше деяние так скажем поговорим там с это починимся с этим поговорим с нашим техникам поговорим с торгашом зайдем перекусим и потом пойдем дальше чистить болото так скажем так правильно я двигаюсь сюда все давайте бегом сейчас можно пробежаться с ленца поспим заодно наверное все таки под утро будет лучше выдвигаться неплохо мы с вами повоевали почистили церковь почистили насосную станцию почистили южный хутор принципе даже я думаю помогли по моему то есть помощники из нас как вы увидите довольно таки неплохие я думаю награда соответствующие вот главная база ренегатов воевать мы пойдем наверное все таки уже с утра то есть они смотрите вату тоже не катали воевали там отбивали . и все у них удачно получилось поэтому сейчас мы возвращаемся с вами на базу здесь есть проводник на базу это кто такой давайте посмотрим это вот зеленый зеленым обозначен так говорится этот объект скорее всего это может проводник какой нет это не проводник чтоб сразу у нас на чистое небо отвел то есть на базу здорово ты не проводник случайно чем я могу помочь вам плана это потом нет это не проводник проводник у нас получается на рыбацком хуторе этот как его тут же дополнительные задания ввели опять множество опять здорово дружище дружище даме пройти а не дает а ты смотри мне придется отбегать я очень недосказал да это тут дополнительно множество дополнительных заданий ввели тоже мододелы модификации разных то есть можно по болотам здесь еще ходить и ходить но мы не будем так сказать отвлекаться на может быть парочку там выполнил так для для того чтобы посмотреть что там они себя представляют эти задания так в основном будем двигаться по сюжетной ветке я хочу осмотреть полностью зону насколько она преобразилась этот пост апокалиптический так сказать и в прием как они выразили зона превратилась в пост апокалиптический так сказать мир то есть ощущение атмосферности полная вот я хочу не но в принципе так оно и есть сейчас идешь по зоне когда у допустим участок я иду если так не отвлекаться на разговора и на проникнуться в игру да так есть кстати такие ощущения вам честно скажу такое ощущение что действительно там находишь эти посторонние звуки различные там из камышей доносящиеся плюс еще раз повторюсь в плане графики вот они постарались освещение туман вот этот вот под вечер конечно чувствуется атмосферность тут 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 как бы не поспоришь так ладно все мы с вами пришли уже частная покушает не покушаем про распродадимся все весь хлам так скажем секундочку стволик прячем здорова коньяк ну чё ты мне отведешь на базу все к нам да ну давай все пошли так ну вот отлично прибыли мы домой там как обычно это нам знакомо ренегата до ренегата как обычно отбили позиции это нам не привыкать слышали поэтому даже удивляться не стоит даже этому удивляться не стоит так пойдемте распродадим товар весь здорова суслов есть что для меня 3500 в принципе неплохо я думаю прожить не по дорогу заглядывай так забирайте стволы все они мне не пригодятся же мне моего достаточно кстати сейчас можно будет под наворотить наверх там различные модификации поставить посмотрим сейчас а стоп стоп я случайно свой там не продал этот у меня более целый вот по моему да вот он мой а нет вот и вот этот до более целехоньки который так вот эти вот пукалки пистолетики ни о чем так сказать забирай вот еще пятерочку подняли да с вами вот 9000 есть давайте знаете первым делом что сделаем первым делом что мне более всего необходимо это что у нас патроны 918 продаем все я не пользуюсь поэмом кстати пистолетик это тоже можешь забрать продаем все они тем более не не усилены не бронебойные поэтому я им пользоваться явно не буду это что с 919 на mp5 оставляем конечно же дробь оставляем ажикан продаем ажикан продаем еще 1000 подняли а теперь давайте посмотрим bosch 919 наверно еще патрончиков возьми давайте все заберем патрончиков 150 126 это что за патроны 918 но вот эти уже получше так бинтов нам надо бинты все берем аптечек сколько у меня 4 принципе пока достаточно 4 аптечки ну бинтики возьмем до бинтики возьмем 7000 у нас еще с вами да так ну ладно пойдемте тогда наверное знаете что зайдем к технику до поставим возможно сейчас посмотрю какие-нибудь или на стволы или на бронь модификации поставим усилим усилимся так так сказать немного внешне внешне это свое обмундирование подусилим там стволы и броньку привет культа привет новиков ну давай под лучшими пожалуйста бронь нет не бронку наверно все-таки mp5 давайте под лучше так что здесь есть какие модификация затвора технологическая доработка скорострельность а это что точность давайте скоро стрельность подымем скорострельность подымем вес не обязательно на стильность подымем настичность так здесь что нас отдача и отдачи минус ставится давайте лучше отдачу минус 20 поставил а time стрельбы пусть будут высоки так а эти я видимо не могу пока, да. Ну, ладно, давайте, я не знаю, стоит ли ТОС наворачивать. Возможно, я потом дробовик сменю свой. Ну, давайте поставим тут, в принципе, сколько стоимость. По 250, я думаю, не так дорого. Можно себе позволить. Так. Это что, отдачу уберем? Отдачу уберем. И надежность поставим. Нормально. Еще, считай, 5000 у нас есть с вами. Это те стволы, которые, получается, бронь не покупает и не берет здесь вообще никто. Поэтому зря я этот таскаю. Бронь, скорее всего, больше брать тогда вообще не буду, потому что С-3 ее никто не покупает. Все, сейчас зайдем. Здесь у них спальные места, да. Поспим с вами. Но прежде я бронь всю сброшу. Это я им сюда буду складывать все. Если кому надо, они там подберут сами для себя. Сами для себя. То, что хотят. Ящика нет. Ну, будет здесь у них такое место, хлам. О, у нас еще прицельчики есть. Ладно. Пойдемте. Поспим с вами. Так, поспим. А здесь же, здесь можно где-то поспать, да? Вот, например, здесь. А, нет, скорее всего, только спаем на мешок. Ладно. Давайте, прежде чем спать, надо поесть, иначе от голода можно умереть во время, во время сна. Съесть оливки. Все, отлично. Сохранимся. Почему я сохраняюсь? Потому что может так получиться, что я еще, не дай бог, умру во время сна. Такие моменты были. Когда голодный, можно так переспать, просыпаешься и умираешь сразу. Так, использовать. Спать до утра. Так, мы все, выспались мы с вами. Время сколько у нас? Время. 5.45. Еще темень, да, на дворе? Так, пойдемте, зайдем. Так, подождите. Мда. А теперь загружаемся. Вы спросите, что я сделал, да? То есть, что-то непонятное он сделал. Смотрите, какая красота вообще. Просто поражает. Просто красотища. Не знаю. Специально вам покажу сейчас. Там такая зорька, да, у нас получается. Восход, солнышко, так небо отражает. Молодцы, ребята. Еще раз вам респект огромный за проделанную работу, блин. Она даже в какой-то части и превосходит миссери на Полов-Крипидне. Я вам точно говорю. Так, я хотел вам объяснить, что же я сделал. Зачем я пересохранился, сохранился, потом перезапустил игру. Дело в том, что это, ну, тут такая ошибка, она сохранилась еще с оригинальной версией. То есть, независимо, поспишь ты или нет, ночь здесь не проходит. Вот мы проснулись, да? Вроде 5.45, а на дворе темень. Поэтому необходимо перезаходить. Тогда утро, как бы, меняется. Смена дня и ночи происходит. Эту ошибку, как бы, не убрали они, видите? Не в моде и в самом оригинальном «Чистое небо» она также осталась. Не, ну, красота. Вы посмотрите вам еще раз. Правда же? Я понимаю, что на Ютубе, смотрите еще такой момент. На Ютубе, когда будете смотреть, оно ухудшает видео уже. Там тоже сжимается вот это все. То есть, я-то играю на компьютере, у меня поставлено там улучшенное освещение, все. То есть, у меня гораздо более, ну, так сказать, приятнее картинка, нежели вам будет, когда вы будете смотреть. Потому что Ютуб там немного, он как-то, у него там свои настройки, соответственно, немного видео похуже, нежели картинка на самом компьютере, когда играешь. Я думаю, всем вам это известно. Так, ладно. Здорово, холод. Вот, давай что-нибудь перекусить. Есть у тебя? Ох ты, гитарка. Ну-ка, давайте гитару возьмем. Потайник сколько стоит? Ой, рюкзак. Давай рюкзак возьмем. Так, это сардины. Сардины возьму. Сардины возьму. Сырок плавленый и хлебушек. Все, давай. Отлично. Пивка нет у тебя? Жалко. Так, давайте попробуем на гитаре. На гитаре сыграет он? Нет здесь. Интересно. Не играет, да, на гитаре? А как использует? А, играет, стрит. Ну, пока будет играть на гитаре, мы перекусим. Съесть сардины, съесть плавленый, съесть хлебушек, съесть аренок. Все, перекусили по полной. Теперь можно идти на войну, так скажем. Ох ты, солнышко выглянуло. Смотрите, какие эти световые эффекты, эффекты пошли. Смотрите. Солнышко так, видите, да, лучи эти? Не знаю, YouTube сгладит это все, будет видно, нет? Классно сделано вообще. Отлично просто. Меня аж даже подтормаживает чуть-чуть компьютер. Так, ладно, хватит играть. Все, он проиграл, гитару положил, да? Ну, пусть будет, в принципе, гитарка. Будем так периодически, когда перекусывать, поигрывать. Так, ну да ладно, давайте двигаемся у нас. Цель определим, движение нашего дальнейшего. Цель нашего дальнейшего движения, это у нас с вами сгоревший хутор. Все, выходим. Так, выходим. Да, с этими лучевыми эффектами, конечно, подтормаживает слегонца. Ну да ладно, здесь, здесь еще объектов много, поэтому сейчас на болото выйдем. Ну давай, отведи меня обратно на Рыбацкий. Да, пошли. Угу. Блин, подтормаживать начинает. Я же еще раз повторяю, компьютеры у меня не настолько мощные. Ну, короче, средненький компьютерок у меня. Поэтому, конечно, видите, они много. Привет, брат, что скажешь? Ладно, давайте так сделаем. Здесь сохранюсь. Так. Все, значит, мы двигаемся на сгоревший хутор с вами. Побежали. Так, бегом, а куда вы собрались-то? Блин, ну красота, конечно, вообще офигеть. Просто офигенно, блин. Никогда не любил так настолько чистое небо. Честно вам скажу, всегда там Тень Чернобыля играл, там Зов Припяти любил. Как бы, это, к чистому небу относился за счет его багов, этих всяких там различных этих косяков. То есть, такое отношение было как бы не очень. Негативное даже можно было сказать. Но после такой проделанной работы, я вам сразу скажу. Оценка 5 баллов, даже если не 10. Так, опять кабанье здесь. Ух ты, как вас много так. Будем пока. Блин, оно на меня что-то подвисать стало так сильно. Может, перезагрузиться. А ну-ка, давайте, знаете, как сделаем еще раз. Это, что еще хотел сказать. У меня аж там еще и программку скачал такую. Она вроде как оптимизирует. И компьютеры, и игры, блин. Там еще у меня обновление стоит. Надо было обновление выключить, блин. Возможно... Ох ты, солнышко, вы посмотрите, красотища. Как сделали красиво, да? Офигеть просто. Блин, ребята, е-мое. Что же вы на... Везде вы на... Ну, в принципе, на Тень Чернобыля тоже миссери-то есть, да, у нас, по-моему? Модификация. Так, ладно, давайте за эти. За чистонебовцами пойдем. Они там, видимо, на насосную станцию. А, хотя нет. Они двигаются на сгоревший хутор. Потому что основное задание зачистить сгоревший хутор. Вот мы сейчас вместе с ними и пойдем, давай. Так, рассыпались. Давай-давай. Кабаньо. Блин, я не перезарядился. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ух ты, блин, зацепил-то. Зацепил-то как-то, посмотри-ка, а. Блин, сильно зацепил, блин. Надо бинтик один использовать. Кабанчик, вы видели меня как боднул, да? Конкретно. Так, сидим, ждем. Вообще офигеть просто. Не, ну правда, ребят, красиво, я вам честно скажу. Просто я к чему говорю. Смотрите, какая тень падает, да? Как бы дерево перекрывает лучевой свет, смотрите. Сейчас я подхожу, да? И тень от дерева такая красиво сделана. Просто я что хочу сказать. С этими эффектами у меня немного подвисает она. Потому что компьютер у меня не настолько мощный, еще раз говорю. Так, а где у нас сгоревший хутор этот? Прямо надо идти. А по болотам-то ходить нельзя, блин. По болотам-то нельзя у нас двигаться, потому что это... Радиация, по-моему, будет бить, правильно? Так. Через камыши пробежим сейчас аккуратно. Все, двигаемся. Блин, сколько разных здесь персонажей надо. Они персонажи... Блин, а ренегатов сколько расплодилось. Я ж столько чистил. Они опять уже на южном хуторе. Обратите внимание. Там война идет. Надо быстрее помогать. Я пока на эти графические эффекты здесь радовался. Рассматривал их. Там уже их всех перевалят сейчас. Давай-давай, сейчас поможем. Ребята, потерпите немного. Так. Наверное, надо поставить этот, как его. Ладно, давайте пока с этим пойдем. Так, здесь я, наверное, сохранюсь. Стрика с двух выстрелов не убила кабанка. Так, все, они там с бандюками воедет. Давайте потихонечку. Блин, попал, а? Блин, попал, попал, попал. Попал, быстро, быстро за дерево. СКП-2 Отзывай, ну, парка. Свалили, отлично. Дай ему прикурить, а я обойду. Не, подожди, там еще один, да, вроде? Там еще один. Это факт. Так. Аккуратно. Я не вижу его, честно скажу вам. Спасибо, что помог. Обязательно заглянись там на базу. Тебя отблагодаря. Ага, то есть они там сами разобрались. Следующая наша цель. Главная база ренегатов. Так, бинтик надо употребить. То мне плохо там опять. Так, что он говорит? Главная база ренегатов, да, значит? Ну, они здесь, в принципе, одного я свалил. Остальные, как вы видели, они сами с ними разобрались. Так, это забираем. Нам пригодится. Так, ну, основная точка, он нам дальше что там? Куда? А, ну все. Вот это основная точка, механизаторский двор. Они выдвигаются, видите, уже. Сейчас надо обороняться. Ну, обороняться мы будем в следующей серии. Так. Ну, вот такая вот, как вы видите, серия получилась. Не знаю, понравилась вам, нет. Я больше уделял внимание на графические элементы. Не, ну правда, ребята, я просто нарадоваться не могу. Меня радует чистое небо в таком виде, которое я сейчас наблюдаю. Поэтому всем удачи. Давайте до следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Трофим. Увидимся в следующей серии. Пока.